Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сейчас появились очередные надежды На возрождение Кировского футбола на более качественный уровень В частности, недавно Временно исполняющий обязанности нашего региона Александр Соколов встречался с президентом Российского футбольного союза И было достигнуто соглашение о том Что наша спортшкола Олимпийского резерва Может получить статус детского футбольного центра Российского футбольного союза Я так понимаю, что еще привезут Искусственный газон Сделают профессиональное поле И есть разговоры о том Чтобы к следующему году или к юбилейному году Возродить Профессиональную футбольную команду В общем, все подробности Во втором часе С 12 часов Ну а что касается первого часа То ближе ко второй половине Мы собираемся поговорить О ситуации О дорожной ситуации Которая сейчас наблюдается На так называемой развязке В Макарье В Макарье Ну официально это улица проезжей Павла Корчагина Если не ошибаюсь Там вообще что-то происходит Кольцо С 19-го года Кольцо С 19-го года, насколько я помню Там начали организовывать Круговое движение Эксперимент проходил год Нет, практически Нет, полгода Полгода, да Проходило полгода ГИБДД заявляло о том Что эксперимент удался Ни одного ДТП там зафиксировано не было Затем был объявлен аукцион На модернизацию этого участка 30 миллионов рублей Потом он был отменен Или не состоялся Что-то вот там было В общем, процедура затянулась Потом случился ковид Или там одновременно случился ковид И все это на днях вылилось в то Что там образовался Настоящий транспортный коллапс Хотя в пятницу всех предупреждали Там идут работы сейчас активные Речь идет о расширении проезжей части А вот и буквы они О укладке нового асфальта Появлении новых светофоров Пешеходных переходов В общем, там собираются сделать полноценное кольцо Да, причем надо сказать Что если обычно Вот это вот направление Оно едет плохо в сторону Слободского Как раз на подъезде К этому кольцу от Старого моста То вчера затруднения в движении Были с другой стороны Да, я вчера читал комментарии Людей в пабликах Из комментарии люди не могли Да, многие писали о том, что 10-километровый участок дороги То есть вот от Кольца до Или там еще дальше от Макария До Старого моста Люди добирались чуть ли не 2 часа Да, да, да Совершенно 10 километров в час 40 писали Люди, совершенно верно Взлом кировчане Немного было комментариев Но сейчас я посмотрела по Яндексу По Яндекс-пробкам Не знаю уж, может быть, Яндекс ошибается Но, судя по всему, дорожная ситуация Более-менее похожа на привычную Только вот возле колечков есть Незначительный участок Видимо, все-таки приняли какие-то меры А может быть, наученные вчерашним коллапсом горожане Просто либо не поехали Либо выбрали какие-то другие маршруты Не знаю, там на лодке через Вятку, например Где-нибудь в сторону заводской Вот, но первая тема наша Касается недорог Она касается предстоящих выборов Выборы, я напомню, у нас пройдут 10-11 сентября Выбирать мы будем главу региона, губернатора И будем выбирать депутатов Кировской городской думы Это касается областного центра Это касается областного центра В других муниципалитетах есть свои выборы Там еще местные маленькие выборы, так называемые И вчера стало известно о том, что в Кировской области Уже во второй раз создан общественный штаб По наблюдению за выборами Я напоминаю, он, если я не ошибаюсь, при общественной палате Нашей региональной создается 23 человека в него вошли И этот штаб будет работать Вот как он будет работать Сейчас мы спросим у Натальи Шитько Заместителя председателя общественной палаты Кировской области Члена штаба На предыдущих выборах, если я верно помню Наталья, штаб возглавляла Наталья, здравствуйте Здравствуйте Хорошо вы нас слышите? Да, мы слышим По-моему, мы слышим друг друга Хорошо, хорошо Вы слышите, да, я слышу вас Хорошо Наталья, 23 человека вошли в общественный штаб По наблюдению за выборами Это же не значит, что вот эти 23 человека И будут работать наблюдателями Ну нет, конечно Конечно нет Это как раз те люди, которые организуют работу наблюдателей И их обучение, сопровождение, консультирование и так далее То есть это в основном юристы, электоральные эксперты, лидеры общественного мнения, некоммерческие организации, представители их и члены общественной палаты Наблюдателей у нас гораздо больше В прошлом году их было порядка двух тысяч человек на всех избирательных участках В этом году, я думаю, будет не меньше Давайте с простого вопроса Наблюдатели для того, чтобы наблюдать Зачем наблюдать? Давайте напомним конкретно Ну, наблюдать Самая главная задача Наблюдать за честностью и прозрачностью процедуры голосования Процедуры вообще проведения выборов Ну, если так говорить уже так В общем-то, это действительно за соблюдением избирательных прав каждого гражданина То есть, чтобы не было сомнений, что выборы там где-то результаты недостоверные, подтасованные и так далее То есть это как раз общественный контроль, мониторинг за процессом, за ходом голосования И вообще за ходом избирательной кампании То есть эти люди будут непосредственно на избирательных участках находиться, да? Конечно Эти люди будут находиться на избирательных участках Мы знаем, что голосование будет идти два дня Десятого и одиннадцатого сентября Поэтому оба дня На все время работы избирательных участков будут наши наблюдатели И эти наблюдатели, это как бы дополнительные наблюдатели В помощь тем наблюдателям, которые приходят от политических партий От общественных организаций или нет? Нет, это не дополнительные наблюдатели Это наблюдатели от общественной палаты Нет, но в смысле Общественные наблюдатели Это наш институт общественных наблюдателей, скажем так Которые не заинтересованы в победе того или иного кандидата Они заинтересованы в первую очередь Как я уже сказала, в том, чтобы не было сомнений, что выборы проходят честно Я не совсем корректно, Наталья, вопрос сформулировала Я имею в виду, ваши наблюдатели, они же не подменят собой всех остальных То есть остальные наблюдатели тоже будут работать Наблюдатели от партии, наблюдатели от общественной палаты Каких-то общественных объединений и иных А вот от общественных объединений наблюдатели, они могут сами регистрироваться? Просто я, насколько помню, там как-то все менялось Нет, они должны делать это через нас Через вас То есть у нас могут быть, да, наблюдатели на избирательных участках могут находиться Как раз от кандидатов в партию, да, от партии и от общественной палаты То есть все желающие от общественных организаций идут через общественную палату А журналисты раньше были журналисты? Получают отправление наблюдателей Они отдельно или тоже через вас? Ну, я думаю, у них другой статус журналистов У них другой статус Я думаю, там аккредитация нужна через избирательную комиссию Если они хотят быть наблюдателей, мы очень рады будем их видеть тоже В качестве наблюдателей, конечно Вот эти две тысячи человек, о которых вы говорите, как, ну, такая цифра Не знаю, показатель такой, да, как прошлого года, например На который мы ориентируемся Это люди те же самые, которые работали в прошлом году? То есть у вас сохранились все их контакты? Эти люди готовы были работать и на последующих выборах? Они в прошлом году об этом говорили? Или вы будете новичков каких-то искать? Ну, костяк, он все равно отстранится прежний Потому что это те люди, которые прошли серьезное обучение В прошлом году у нас был реализован федеральный проект Это как раз обучение наблюдателей Мы ездили во все районы И двухдневное погружение в эту тему Осуществляли наши преподаватели Поэтому, конечно, нам бы хотелось, чтобы костяк сохранился И мы будем на него опираться Понятно, что жизнь меняется, течет люди Желание меняется Кто-то не может силу своей занятости Поэтому будут и новые люди однозначно И почему мы тоже рады И поэтому процесс обучения также будет продолжаться То есть одна из задач, конечно, общественного штаба Также это обучение общественным наблюдателям Помните, Наталья, мы в прошлый раз говорили с вами о том Что потребности в наблюдателях Больше всего испытывают районы области А не Киров Потому что в Кирове как раз очень большая концентрация И представителей политических партий То есть есть кому закрыть участки, что называется Есть кому смотреть Вот этот перекос, он есть? Или все-таки в районах области все нормально? То есть там активные люди есть? Все закроют Вы знаете, проблемы всегда есть Но в целом я перекоса большого не вижу И в районах области у нас есть очень достойные люди Ответственные У нас просто разный возрастной состав Возрастной состав очень разный Хватает Возрастной состав Мы понимаем, что в районах области Это в основном люди уже ближе к пенсионному возрасту И они не совсем Не все очень активно могут там работать Вот с телефонами, да С мобильным приложением У нас же есть мобильное предложение Общественные наблюдатели Куда можно также выкладывать все нарушения Там, да Какие-то сигналы Посмотревшись на нарушения Через это мобильное приложение Поэтому Вот в этом может быть какая-то сложность Но мы даже этому их обучали И старались В общем-то действительно Ну если даже такой возможности людей не было У нас есть наблюдатели из районов Которые отзванивались там каждые два часа И уже рассказывали там Что происходит на участке Что зафиксировано Или не зафиксировано Все ли хорошо Поэтому А в городе более молодые Молодые наблюдатели у нас Много молодежи в городе Потому что все-таки Здесь средоотвечения вузов Вот Поэтому Вот наверное Вот в этом разница А в целом Нет Слава богу В районах области у нас Достаточно наблюдателей Надеемся Было достаточно Надеемся Что и в этот раз у нас тоже Покроют Ну мы по крайней мере Ставим для себя задачу Чтобы на каждом избирательном участке Было по два наблюдателя Это минимум Потому что людям надо тоже меняться И целый день тяжело работать Даже пообедать сходить Значит один уходит Другой должен находиться То есть мы не должны Оставлять избирательные участки Ни на минуту Там ведь еще есть выездное голосование Ну вот Наталья Мы непосредственно Сейчас перешли К нюансам работы Деятельности наблюдателей В процессе выборов А вообще какие требования К наблюдателям предъявляются Возрастной цен существует По профессиям Да нет Какие требования Он должен соответствовать человек Понятно Ну это должен быть Совершеннолетний гражданин Российской Федерации Прежде всего Образование специального Для этого не требуется Знание Вот для этого Мы учим Чтобы дать им Какие-то определенные знания Навыки Для Которые нужны Общественному наблюдателю Есть там ограничения По судимости По принадлежности Там если он Гражданин другого государства Ну это очень такие Небольшие там Ограничения Но в целом Гражданин Застигнуть свое Совершеннолетие Вполне может заявиться На В кандидаты На наблюдателя И у нас Мы Ничего не было прецедента Что мы кому-то Отказали То есть обычно Всех берем желающих Потому что работа Это общественная Если этот человек Состоит в какой-то партии Помните Мы в прошлом году По-моему Об этом говорили А может быть и нет Если этот человек Состоит в какой-то Политической партии Официально состоит Но при этом он Он не идет Наблюдателем От партии А хотел бы от вас Он может это сделать Да Можно То есть это не ограничение Еще Если он не может Например Работать оба дня Выборов То есть 10 и 11 числа Может ли он А это от него не требует Ага Это от него не требует Можно один день Мы говорим Мы ведем обычно На один участок Даже если больше Двух наблюдателей Запас И заставляем график Чтобы был удобен Он для всех Например Кто-то работает В этот день Кто-то на второй Или по полдня Они меняются То есть это мы уже Определяем За своими наблюдателями У нас самое главное Чтобы хотя бы Ежеминутно Один наблюдатель От нас Был всегда На избирательном участке Ну Да О требованиях Сказали Собственно Никаких специфических Тут Нету вопросов Моментов Можно О нововведениях Сказать Которые нынче У нас есть В законодательстве Еще Да Подождите А какими правами Наблюдатели наделены Да что они могут Что они могут Непосредственно Они такой предмет Интерьера Избирательного участка Они сидят Тихонечко В уголке Да Или они могут подойти И заглянуть в документы Вот вы знаете Мы когда Наблюдатели Учим Ориентируем на работу Мы все-таки Как раз и говорим Что это не предмет Интерьера А это Активный участник Избирательного процесса То есть он Достаточно Это активный наблюдатель Да То есть во-первых Если он видит Какие-либо нарушения Он должен Попробовать их устранить То есть подойти К председателю Учисковой комиссии Да Сказать что Вот здесь вот у вас Там урна Не совсем правильно Стоит Да Там на камеру Не попадает Или вот здесь у вас Там Консультирует кто-то Там да Избиратели И так далее То есть предупредить Вот это вот нарушение Если например Председатель комиссии Или члены комиссии Не реагируют Тогда он сообщает Уже нам в штаб И мы уже будем Реагировать Соответствующим образом Будем сигналы давать Визбреком Сами у нас Не выезжают В республике Спорная Какая-то ситуация Разбираются В этой ситуации Поэтому Это как раз Активные участники Визбирательного процесса Ну естественно Наблюдатель Это все должен делать В доброжелательной форме Ни в коем случае Не устраивать скандал Не конфликт Сейчас А тут полицию вызову И так далее То есть все спокойно Цивилизованно Что называется Конечно То есть этому В отожжуете Конечно Это по-моему Все правила поведения В социальных Конечно Все корректно И наблюдатель Например Может что-то Не совсем Разбираться В чисто вахоснов Он также может Позвонить В наш региональный штаб И получить консультацию Например У него есть сомнения Насколько там Ситуация Да Законно Незаконно Это тоже Пожалуйста То есть он должен Как раз Очень активно Участвовать в процессе А там Не активист Как говорится Мы в принципе Тоже выезжаем Вот члены штаба Они будут выезжать Там точечно Без предупреждений Так мы и делали И я сама Очень много участков Где мы приезжаем Без предупреждения Смотрим Как идет работа В том числе Наших наблюдателей Это только Кирова касается Или вы в районной области Поедете В районах области Тоже Мы в районах тоже ездим У нас есть все Общественные палаты Которые Закреплены Какие-то районы Кроме того У нас же есть там И наблюдатели Если мы до этого района Не доедем Мы можем позвонить Там и попросить Дать тот или иной Комментарий Потому что Вся информация Все равно будет Встекаться В штаб О нарушениях К сожалению Встречи таковые будут Поэтому Отрабатываем Достаточно быстро Реагируем Достаточно быстро Вы знаете Мы работали В прошлом году Еще у нас была Панель Вот эта Где выведены Все участки на экран Интерактивные Мы следили за ними В режиме 24 часа И если были Какие-то вопросы Мы перематывали Смотрели Также давали Комментарии Или там Устраняли Эти нарушения То есть Этот процесс Я не знаю Как в этом году Будет ли работать Вот это оборудование Пока вопрос не открыт Но в любом случае Наша мониторинговая группа Будет работать Наша группа Это как раз Обученные Члены штаба И представители Независимой ассоциации Общественного мониторинга Которые Будут В режиме Реального времени Через Реал методраммы Следить за ходом За ходом Голосования Оба дня И Также отрабатывать Жалобы И нарушения Именно Тоже Отслеживать Это в интернет Пространстве Кроме того У нас Штабы Ваши представители Центра управления Регионам Которые Знаете Вы прекрасны Что у них тоже Есть возможность В социальных сетях Отслеживать Сигналы Поэтому Они тоже Нам будут В этом отношении Помогать Наталья Ну вот Раз заговорили Про опыт Прошлого года Может быть Конкретно Вспомним Какие Особо Особо Такие Ну яркие Не знаю Можно применять Тут термин Вопиющее Нарушения Были зафиксированы Наблюдателями От общественной палаты Ну вот Что запомнилось Возможно Над чем Пришлось поработать Обратить особое внимание Ну на самом деле Было Значит у нас Сразу было Несколько Несколько Сигналов Утром Как раз Что не вовремя Открылись Избирательные участки Они должны Мы знаем Открыться Ровно 8.00 Это тоже было Отработано Зафиксировано Кто-то проспал Были такие Кто-то проспал Так Да там Да не было этого На самом деле Там была Одна такая Ситуация Действительно Так случилась И там случилось Из-за того Что Вышел из строя Каип И поэтому Не смогли Скажем так Невозможно Начать Процесс Если Каип Не работает Поэтому Пока Опечатывали Каип И так далее Понятно Затратилось Время Здесь были Такие жалобы Они были Больше провокационные Если честно Мы проверяли Это действительно Камеры Зафиксировали И Значит Все было хорошо Но еще Очень часто Жалобы На ночное время Как раз Было Потому что Мы знаем Что очень много Очень много Как раз Взбирательных участков Находится В школах В домах Культуры Где есть уже Во-первых Это не один этаж И там есть Сторож Там партии Фиксировали Что будто бы Значит Кто-то ходит Вот В темноте Там С фонариком Призрак Дома культуры Да-да-да С фонариком Владения Да Кроме того Были Такие жалобы И действительно Они имели место быть Что Не совсем Вот эти ящики Опечатанные То есть Прослеживались На камере На камере Видео Которое установлено На участках Не все их было видно Да Их не очень было Хорошо видно То есть Не очень хорошо Просматривались Мы тоже Делали замечания Ну Звонили на участки Просили исправить ситуацию И в целом Как это происходит То есть Там председатель комиссии Ночью-ночью бежит И передвигает Эти ящики Под камеры что ли Как Иначе Как По-другому-то Ну почему нет Мы просто Во-первых Не один же день Было голосование Поэтому если это Записировано То мы просили Это сделать уже устранить Чтобы там Следующую ночь Этого не происходило Не только ночью То есть даже В течение дня Например Вот эти урны Или каимы Плохо просматривались Да И сейфы Где хранятся бюллетени Плохо просматривались Вот это вот Часто очень было обращение Но мы их проработали С нашим облзберкомом Просили тоже Как-то Обратить на это внимание То есть наблюдатели Ночью дежурить Не остаются Там на участке Они домой уходят Нет Наблюдателей нет Потому что там Все опечатывается И уже Присутствие наблюдателей То есть Закрывается Вот этот Узбирательный участок Да И все Бюллетени Хранятся Уже Все пакеты А на следующее утро Также присутствие Наблюдателей Нашего Там И от партии Соответственно Снова Начинается Процесс Голосования Все изымается Там Остаются бюллетени И так далее Ночью не остаются Ночью не остаются Но Еще раз повторяю Вот эта панель На которой Были выведены Все камеры Которыми Отмещены Наши были Избирательные участки С районов области Она как раз У нас работала Круглосуточно И наш штаб Работал Круглосуточно То есть У нас в ночное время Тоже Мониторили состояние Избирательных участков Что там происходило Наталья Можно было ночью Позвонить Если у кого-то Были сомнения Что кто-то Куда-то там Избирательный участок Прорвался Проник Вот Мы могли это посмотреть Наталья Несколько минут назад Вы начали говорить О новшествах этого года Да Мы не закончили эту мысль Пожалуйста Разъясните О чем идет речь Ну основное Знаете Какое изменение Что мы в этом году Будем готовить наблюдателей Которые у нас будут работать Не только на избирательных Участковых комиссиях Но и в территориальных комиссиях А в чем разница Давайте слушателям просто поясним Смотрите Что такое Ну вот где мы голосуем Это УИК Это участок Мы здесь голосуем Это участки Да И наши наблюдатели Там работают Когда заканчивается Голосование Наши наблюдатели Значит это все Опечатываются Все листы голосования И отправляются В территориальную Избирательную комиссию Наши наблюдатели Уже не могут Там контролировать Подсчет голосов Ну по крайней мере Не имели возможности Сейчас Они будут Наши наблюдатели Работать и в ТИКах Что дает нам Дополнительную уверенность Уже в подсчете голосования Там В подсчете голосов Окончательных И так далее То есть вот Мы в этом году Будем еще и закрывать Территориальную Избирательную комиссию То есть под неусыпным Контролем наблюдателей Получается вам Надо больше Чем 2 тысячи человек Перемещаться Да будут Эти органы Или просто наблюдатели Из участков Поедут туда В ТИК Потом Нет перемещаться Они не будут Под наблюдением Это будет И печататься И перейдеться туда Но там Они будут скрываться Тоже при наблюдателях То есть мы можем Сверить например Если наблюдатель Как это все было Вот на Уике И в каком это состоянии Приехала в ТИК Например Сопоставить цифры Сопоставить Конечно Так что Вот это наверное Нововведение Возможно еще будет Увеличено Дополнительное количество Наблюдателей Но пока Вот еще Мне информации нет Не скажу Что это тоже Как бы неплохо Если нам разрешат Например Побольше наблюдателей На участок Потому что Ну не всегда бывает Не всегда хватает Двоих Не всегда хватает Да Ну потому что Кто-то уехал К надомникам Кто-то пошел Пообедать И получается Кто-то пошел Да пообедать И в итоге Может быть такое У нас Ну к сожалению Немечные случаи Такие бывали Что вот где-то Вот мы приезжаем Даже Так вот Да с выездом Мы Где наш наблюдатель Вот он сейчас Только вот вышел Сейчас он подойдет Понимаете Вот это вот конечно Мы не должны запускать И здесь мы Очень четко Наши наблюдатели Ориентируем Что покидать То есть Если ты уходишь Должен быть другой Только так Потому что Иногда Можно там Нарушение Можно произойти Буквально За небольшой Период времени А наблюдатели Оснащаются Дополнительно Какими-то Средствами связи Коммуникации Ну чтобы Оперативно Сообщать Об увиденном Или достаточно Своих телефонов Смартфонов Да вот это все Все свое Достаточно Этого достаточно Есть телефоны Есть У нас есть свой телефон В конце концов Есть наш Наш контакт На телефон Когда они могут Позвонить Если вопросы Мы еще Обещаем их Стандартам Наблюдателей Это такая Памятная инструкция То есть Что они должны Конкретно проверить Пошагово Есть наличие Там вот это Ставят плюсик себе Да Есть нет Вот понимаете То есть фиксируют Вот все то Что должно быть На избирательном участке И все процедуры Которые происходят И нам это тоже Очень большое подспорье Потому что они нам Потом отправляют Фотографии И так далее В собирательных участках Мы тоже можем Посмотреть там Насколько там все Проходит лимитично Поэтому Да А так нет Специальная техника Никто не обеспечивает Еще вопрос Уже можно записываться Тем кто Или пока еще рады Желают Это общественная палаца Как это сделать Куда обращаться Можно обратиться В общественную палацу Кировской области Предоставить там Заявление написать Предоставить Соответствующие данные Которые нам необходимы И стать уже Кандидатом наблюдателей Дальше мы Пройдем Пройдем Такой небольшой Курс обучения С этими людьми И уже Когда ближе К самому процессу Выборов Голосования Мы даем Направление В таком случае Потому что без направления Их не пускают Не пустят На избирательный участок Должно быть направление От общественной палаты Наталья В таком случае До какого момента Можно записываться Когда обучение начинается Ну примерно Вот вы знаете Мы обучение Делаем у нас В сфере мероприятий Образовательных Поэтому мы обучим Всех желающих Вот пока еще Вот часа пик Такого до Нет У нас обычно Мы подаем Сведения о наблюдателях Уже в избирательной комиссии Максим Желательно за 2-3 дня Поэтому До начала голосования Поэтому до этого времени В принципе Наблюдатели нам Подают документы И есть такие Кто-то там Поздно очнулся Ну в принципе Проинструктировать Даже если он не прошел Такого погружения В изучением Проинструктировать Рассказать Что от него требуется Это вполне В наших силах Понятно Ждем всех желающих И надо напомнить Что это Особенно всех сомневающихся В том что Всех сомневающихся Что выборы проходят честно Тоже всех ждем Пусть посмотрят сами Изнутри этот процесс Как происходит Наталья Надо напомнить Еще что это Общественная нагрузка Насколько я помню Да Не оплачивается Это общественная Наблюдатель А тогда Если они будут оплачиваться То как бы Вообще Тогда Наверное Какой бы Принцип Сам смысл Да Сама концепция Она ставится Общественное наблюдение Оно просто Уходит куда-то Да То есть Нет Это конечно неправильно Поэтому да Это общественная Наблюдатель Не просто Они так называются Это работа На общественных Началах Ну у кого-то Это Вовлечение В общественной жизни Кто-то изнутри Смотрит Неизбирательные процессы У нас юристов Студентов Которые вот как раз Такой Получают опыт Хороший Кто-то потом Идет Шами Кандидаты Депутаты Мотивации у всех разные Да Мотивации у всех разные В общем уважаемые слушатели Если вы интересно И увлекательно Собираетесь провести 10 и 11 сентября Да Если вам не надо Копать кардош В этот момент Среди большого количества людей И приобщиться Ходить Может быть Если нас звукорежиссер Пораньше отпустят Мы сходим лучше на рекламу А потом ко второй теме Перейдем Потому что Или нет Ка реплика Да Да Мы думаем Что после рекламы Просто сейчас Пока мы с Натальей Шидко разговаривали Я вспоминал активно Свой опыт участия В качестве избирателя Я обычно На избирательный участок Прихожу уже Ну ближе к его закрытию Понятно Вечером Ну ближе к 7 До 8 у нас Да Избирательные участки Работают Я прихожу И людей Совершенно уже немного То есть один Может два Или я Может второй Третий человек Я видимо Я так всегда захожу На участок И смотрю Вот вдоль стеночки Всегда сидит Группа людей Их человек 10 бывает Может быть поменьше Насколько я понимаю Это и есть наблюдатели Вот разные Политических партий У вас большой участок Раз у вас так много наблюдателей Политических партий От общественной палаты Они такие уже измученные Тут сотрудники полиции сидят И они так смотрят на тебя Пришел голосовать Да Ну давай Иди свой Иди Выполняй Гражданские долги Мне как-то Неудобно В этот момент Как-то неуютно То есть ты выходной день Провел иначе совершенно На природе гулял Или еще где-то А люди сидят и сидят Сидят и сидят В четырех стенах Наблюдают и наблюдают Стыдно в этот момент Да И мы же понимаем Что после того Как избирательный участок Закроется Они же не останутся То есть они не уйдут Они тоже здесь останутся И будут продолжать работать В общем Некую ты такую Совестливую какую-то Атмосферу Жалость какая-то Нет Мне стыдно Всегда бывает Немножко Что люди работают А ты вроде как Отдыхаешь Хорошо Мы после рекламы Будем говорить О дорожной ситуации Сейчас прервемся Буквально на минуту Возвращаемся в эфир Продолжается дневной разворот Владимир Сметанин Она Лапшина Говорим о городских проблемах Вот самая яркая проблема Вчерашнего дня Последних дней Последних дней Давайте мысленно переноситься На Слободской тракт Да Так принято называется Дорога на Слободской Да Эту дорогу Которая начинается Сразу за старым мостом В понедельник Прямо с утра Автомобилисты кировские Начали активно жаловаться На то Что в районе пересечения Проезжей Павла Корчагина Где до этого времени Было организовано Круговое движение Да И все уже к нему Как-то уже попривыкли Продолжились Вернее начался Стартовал Очередной Этап работ И вот Какая Ситуация На данном участке Дороги Сейчас Наблюдается Что будет делаться В ближайшее время И как долго Участникам Дорожного движения Придется Мириться С этими Неудобствами А это Неудобства Действительно Многие там Опоздали Вчера Куда-то не успели Вот сейчас поговорим Да Игорь Меркулов С нами на связи Начальник управления Дорожно-парковой Инфраструктуры Игорь Александрович Здравствуйте Добрый день Добрый день Скажите пожалуйста Что сейчас происходит В районе Вот этого Кольца Кольца На перекрестке Проезжей И Павла Корчагина Получается Что там С дорожной Обстановкой Сейчас Да Давайте Буквально Пару Слов Скажу Вообще Да можно Больше Это у нас Капитальный ремонт В данный момент Продолжается То есть Мы Проводим Модернизацию Кругового движения На пересечении Улиц Проезжей И Павла Корчагина В рамках Данного Проекта У нас Будет Полностью Обустроено Кольцевое Пересечение С независимыми Правоповоротными Съездами Автомобилисты Смогут Беспрепятственно Поворачивать Преименно Правом Повороте Не заезжая На кольцо При этом У нас Проектом Предусмотрено Обустройство Новых тротуаров Их длина Составит Более километра Будут установлены 53 опоры Освещения То есть Новое освещение У нас будет На кольце Будут установлены Новые светофоры Это чуть дальше К съезду В сторону Малой Суботихи И будут Обустроены Пешеходные переходы В настоящий момент У нас подрядчик Перешел Ко второму Этапу Реализации Проекта То есть На данном этапе На данной На второй стадии Вообще у нас Семь стадий Подрядная организация Будет перекрывать По полосам Движения И заниматься Как раз Восстановлением Основания Дорожной одежды То есть Они перекрывают Участок Полностью его фрезеруют И начинают укладывать Послойно Слои асфальтобетона И соответственно Основания Дорожной одежды Слушайте Ну вот вчера Насколько я понимаю Да Игорь Александрович Простите что перебиваю Не очень много времени Вчера Одна полоса была закрыта Одна полоса для движения Со стороны Коминтерна получается В Киров Да? Если я верно понимаю По крайней мере Так люди писали Да Полоса была Перекрыта По соседней полосе В каждом направлении Была организована Однополосная дорога То есть Изначально Там у нас было По две полосы В каждом направлении Вот Одну из этих полос Мы перекрыли И Запустили движение По одной полосе Вот смотрите Вчера народ Жаловался на то Что Ехал 10 километров По Там Час Полтора Час сорок Где-то так Пропускная способность Этого участка Снизилась Ситуация иная Совершенно На Яндекс.Пробках Что случилось Сейчас не час пик Конечно Народ Куда-то Разъехался Разбежался Оставил машину Дома Каким-то образом По-другому Добирается В Киров Или что Или сегодня Что-то по-другому Там происходит Движение Нет Мы данное мероприятие Мы конечно Мониторили Само по себе Вот этот механизм Организации Дорожного движения Мы начали Ревизовывать Начиная С воскресенья Понятно Что в первое время Вот в понедельник Когда у нас Люди впервые Приехали на данную Кольцевую развязку Увидели о том Что кольца нет И организован Новый Способ Движения Были определенные Сложности Все забыли Как там проезжать Все забыли Как проезжать Кто кому уступает Мы привлекали туда И сотрудников ГИБДД Они у нас Точно так же В начале дня Дежурили на данном месте То есть помогали Как раз Направлять эти потоки В любом случае Хотел бы сказать Что небольшие Сложности Они в другом случае Будут пока Данный проект У нас не будет Реализован Окончательно Слушайте Игорь Александрович Именно сейчас Что там происходит Там идет Так называемая Там по-прежнему Закрыта полоса Так называемая Съемка верхнего слоя Асфальтового покрытия Или что там идет Да там готовится основание Перекрывается по полосам И вот та полоса Которая перекрыта Она проходит Фрезерование И устройство Полностью всех Слоев дорожной одежды Тут появилась накануне Информация о том Что якобы достигнута Или будет достигнута Договоренность О том что основная часть Работ будет проводиться По ночам Так ли это Да мы вчера Встречались с подрядчиками В принципе у нас Предварительно эти графики Были согласованы Еще до момента Перекрытия по полосам А подрядная организация Сформировала Графики работы И они будут работать Двумя бригадами В том числе В ночное время Чтобы минимизировать Вот именно Этот промежуток работ Когда вот у нас Граждане испытывают Там определенное неудобство Поэтому сейчас у нас Подрядная организация Работает как в дневное время Так и в ночное Я просто вообще Там представляю себе Вот окружающую обстановку Там по-моему нет Вблизи дороги Жилых домов Жилья какого-то Да И работы в ночное время Никому помешать не должны Может быть изначально Вообще Только в ночное время Надо было их делать Не знаю Но с другой стороны Так вы быстрее сделаете Наверное Да Работая как раз Двумя бригадами В ночное и дневное время Мы как раз Сокращаем тот промежуток Времени Когда мы Эти ограничения Вводим Да Еще вопрос Будут ли вводиться Ограничения В обратную сторону Что называется То есть сейчас Вот в сторону Кирова Как я понимаю Они работают А в сторону Слободского Вы тоже там должны На той стороне Какие-то работы Производить Все верно Весь этот перекресток Он разбит На 7 стадий Так Мы все прекрасно С вами понимаем О том что Каждую из этих стадий Необходимо будет Фрезеровать Укладывать все Слои дорожной одежды Укладывать асфальт и бетон Именно поэтому В каждом из направлений По одной полосе На определенных этапах Будет перекрываться Это в течение Вот этих ближайших 2-3 недель Будет происходить Или это будет Какой-то новый этап А 2-3 недели А 2-3 недели Это только вот То что касается Сейчас нынешних работ 2-3 недели Это касается Именно вот этой полосы Вообще у нас По графику Производство работы Расписано до октября То есть строительный сезон То есть в промежутке До октября По полосам У нас в каждом направлении Будут перекрываться И соответственно Проводится работа То есть в ближайшие 3 недели Будет организация Движения такая Через 3 недели 4 мы перейдем На другую полосу А ту которую сделаем Откроем уже для движения До октября вы сказали А первоначально Вообще окончание работ Планировалось На следующий год 2023 И вы понимая ситуацию Все-таки Договорились с подрядчиком О том чтобы Как можно оперативнее Да было это сделано Да Такая работа Проведена у нас Подрядная организация Планируем завершить В нижних слоях Асфальта бетона Всю кольцевую развязку В этом году То есть до октября Места Строительный сезон По контракту У нас срок сдачи Объекта Июнь 2023 года Ну чтобы В июне 2023 В мае Мы провели Финишные работы И сдали этот объект А финишные работы Это что? Это тротуары? Фонари? Что там будет? Да это тротуары Газоны То есть Ограждения Все Пешеходные переходы Нанесения разметки Ну вот такие работы Которые мы можем сделать Уже без Каких-то вмешательств Именно Без ограничения движения Работают ли сейчас Там сотрудники ГИБДД Есть ли в этом необходимость? Сотрудники ГИБДД По нашей просьбе Да Присутствуют на месте Ну вот Мы тоже вчера мониторили В течение дня В том числе Люди наши Автомобилисты Они Мне кажется Привыкли И вот В каких-то пробок По Яндекс.Картам Мы смотрели Тоже мониторим ситуацию Практически всегда В зеленой зоне Все В часы пик Наверное Только Основное напряжение Именно в эти часы У нас сотрудники ГИБДД Находятся на месте В часы пик Понятно И так будет все Две-три недели? Первое время Они подежурят Если у нас в дальнейшем Пропускная способность Перекрестка Будет В нормативном состоянии То я думаю Сотрудники ГИБДД Будут выезжать Только на какие-то Может быть Важные Не знаю Моменты В общем В итоге Мы получим Классический перекресток С круговым движением Так называемое Кольцо Довольно просторное Как мы в самом начале Сказали Не будет Надобности у водителей Для того Чтобы если ты Направо едешь Заезжать Заезжать непосредственно На кольцо И уступать дорогу Заезжать на кольцо Да И они смогут Спокойно уходить И само ушурение Всех дорог Подходящих к этому кольцу Оно тоже так же Будет выполнено Будет Современная Развязка Которая и должна У нас там быть А светофоры А светофоры Они будут для пешеходов Это уже дальше А дальше уже Это уже дальше Я так понимаю Что при повороте на субботиху Просто старый светофор На новый поменяет Или нет Да Там тоже будет Организовано движение Будет уширение В сторону субботихи Чтобы те Кто поворачивает у нас На субботиху Уходили Ну соответственно Не стоять в пробке А сразу выходить на субботиху Понятно А для пешеходов Чтобы о пешеходах Тоже не забывать Видимо с каждой Из трех сторон Пешеходный светофор Пешеходный светофор И будет пешеходный переход С кнопкой Соответствующим освещением Ограждениям И все как положено Ото всем нормативом И гостом Пешеходные светофоры Это светофоры с кнопкой Да С вызовным устройством Как принято назвать Да Для того чтобы Пеший участник дорожного движения Подошел Нажал И собственно Разрешающий сигнал Светофора загорелся В общем к октябрю Мы ждем Когда Все будет сделано И когда можно будет Максимально комфортно Участок дороги Спасибо большое Игорь Меркулов С нами на связи был Начальник управления Дорожно-парковой инфраструктуры Сейчас попробуем Есть у нас еще пять минут Набрать Константина Сичехина Руководителя рабочей группы По контролю за ремонтом И содержанием дорог Спросим у Константина А вообще возможности Какие-то были Ну как-то я не знаю Организовать Минемизировать Эти неудобства Сомневаюсь конечно Мне кажется Что вот все-таки Наверное Начинать какие-то Масштабные работы Я понимаю Что скорее всего Тут упирается в сроки И возможно там В стоимость заработных В стоимость заработка Рабочего вот этого часа Да Но может быть Имело смысл Это делать по выходным Все-таки В выходные По выходным По выходным Потому что А как же осваиваться Эти контрактные деньги Укладываться в сроки Подожди Все-таки В выходные Большая часть Большая часть Людей может уехать Через Новый мост Потому что тогда В выходные Там на Луганской На Дзержинского Ситуация не настолько Напряженная Как в будни Им конечно дольше Придется проехать Но стоять им придется С другой стороны То что мы видим Сейчас на картах В общем-то Вполне себе Такая привычная ситуация Константин Сичкин Добрый день Да Добрый день Константин Константин Здравствуйте Да Добрый 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 день Константин Если немножко Заглянуть в будущее На ваш взгляд То что сейчас происходит На этом участке дороги Эта реконструкция Она позволит Снять напряженность В автомобильном движении Именно на этом участке Уже потом поговорим О том Как это делается Да конечно Нет Конечно Конечно Если все сделать По правилам Как собираются В рамках проекта Конечно Напряженность снимет Во-первых Лучше движение Будет в сторону Города Именно по Дамбе Со стороны Коминтерна Таким же образом Не будет Существенной пробки В районе Макарии Но Совсем общую нагрузку С данной дороги Конечно Она не снимет Потому что Потому что Там в целом Узкий участок Такой Или что В районе Макарии В целом Вы же сами понимаете Весь поток транспорта Упирается В старый мост Как мы его называем Наш мост Который Во-первых Узкий А во-вторых Дальше Улица Просоюзная С перекрестком Улицы Ленина Также С улицей Казанская Дальше Весь поток транспорта Он просто-напросто Упирается В данные перекрестки И все И дальше Пробка опять Образует Не пролететь дальше Все равно Воткнешься В хвостик Да Дальше Никуда Мы не ускоримся Никаким образом Поэтому Отчасти Это улучшит Движение Именно в рамках Данного перекрестка Именно Перекрестках Где улица На малую Большую Субботику Уходит Перекресток Да Это движение Там улучшится Будет Транспорт Будет быстрее Передвигаться Понятно На время проведения работ Вот мы сейчас смотрим Видимо все учли Вчерашний опыт И как-то Вот уже провели Работу над ошибками И пробки мы не наблюдаем Не знаю что там было утром К сожалению не успела посмотреть Вы Константин Отслеживали ситуацию Что там было утром Сегодня Там была такая же Печальная история Как вчера Или нет Честно Смотрел 8.30 8.30 Красным было Небольшой участок Но это в рамках Перекрестка Понятно Уже при заезде На кольцо Именно Карту Яндекс Да А вот 8 8 часов 7.30 Не смотрел Понятно В общем люди уже перестроились Нам объяснили Что это было связано с тем Что люди вчера просто Растерялись Как я понимаю Да Когда они поняли Не поняли Как теперь все работает И кто кому дорогу уступает Вот Ну вот в целом У нас еще Минута еще есть Как организованы Эти работы На ваш взгляд С точки зрения Технической Оперативности Дорожного Надо было быстрее что-то делать Наоборот Или можно было Какие-то другие Компромиссные варианты Искать Чтобы как можно Меньше нагрузки Было на водителей Ну С учетом того Что я вчера наблюдал На этой перекрестке Подрядчик не спешит И как мы наблюдаем Уже на протяжении Двух месяцев Два месяца Уже как Объявлен Аукцион И выбрал Кто даже больше Выиграл данный контракт Подрядчик Просто-напросто Не спешит Вот если Вчерашняя ситуация Как бы И в Рио Губернатор Александр Валентинович Высказался По этому поводу Я надеюсь Что после этих Многочисленных слов Граждан И в Рио Губернатора Подрядчик все-таки Выводы Начинают работать Выводы были сделаны Да Нам сегодня подтвердили Это что будут работать И ночью Константин Спасибо большое Я думаю что следим За этой ситуацией Обратимся к вам еще Наверняка за комментариями Поэтому Спасибо И прощаемся с Константином Сечехиным Руководителем Рабочей группы По контролю за ремонтом И содержанием дорог И первая часть Разворота Завершаем Будем говорить о футболе Всего доброго Подключайтесь